Значит, Храмовая гора. То есть, прежде всего, понятно, что Храмовая гора – это центр вообще Израиля, центр страны Израиля и центр всей духовности Израиля, и, естественно, как самый центр, она всегда самая спорная и самая проблемная. Вообще, надо сказать, что в 1948 году, во время войны и независимость, все те территории, которые самые главные, с духовной точки зрения, все остались у Кахарамов. То есть, евреи получили наименее важные с духовной точки зрения места. А только в следующий раз, в 1967 году, все эти места попали в руки Израиля. То есть, в некотором смысле, видимо, Всевышний не дал евреям с самого начала наиболее важные места, чтобы евреи подготовились к захвату этих мест. И Храмовая гора является проблемой в том смысле, что самим иудаизмом непонятно, то есть, сам иудаизм не имеет четкого представления о том, можно ли на Храмовую гору сходить, и вообще, может, как с ней, может, надо общаться. То есть, поскольку в ней концентрирована святость на Храмовой горе, а святость предполагает, что просто так святые вещи использовать нельзя, нужно к ним как бы особое отношение, то Храмовая гора непонятно, как с ней быть. Надо сказать, что сама страна Израиля тоже обладает этим уровнем. И, в частности, есть еврейская традиция и мнение, оно ушло в сторону из-за сионизма, но оно есть, или исходно было, что вообще-то в святую землю, в смысле в Израиль, в общем-то, не всем стоит ехать. Что сейчас, например, нерелигиозный, был такой миссия, сейчас его нет уже практически, но оно было, и очень, так сказать, разно в литературе, что если человек нерелигиозный, то, в общем, не стоит ему ехать в Израиль. Если же он нарушает законы Бога, то пусть лучше не заходит во дворе. То есть, нарушаешь, ну так иди, нарушай подальше, а сам дворец заходить и при этом нарушать, это совсем не хорошо. И поэтому было мнение, что вообще нерелигиозным людям не стоит ехать в страну Израиль. Именно из-за ее святости. Конечно, сегодня, после сионистского движения, когда государство уже создано, никто такого, в общем, уже не будет выдвигать. Но, в принципе, такая позиция была. Теперь, с Храмовой горой ситуация еще более сложная, потому что просто так на Храмовую гору заходить нельзя. И дальше есть вопрос об ограничениях восхождения на Храмовую гору. Например, есть ограничения ритуальной чистоты, которые мы можем сегодня снять только частично. Но есть, как все знают, окунание в микву, которое снимает частично ритуальную нечистоту. Но на Храмовую гору, чтобы подняться, нужно больше снятия ритуальной нечистоты, чем просто окунание в микву. И это, там, окрепление водой с слоеным пеплом красной коровы. Это он сегодня просто не существует. Поэтому подняться на Храмовую гору, и тем более заходить на территорию храма, это вещь очень-очень проблемная. И поэтому для индивидуума, с точки зрения индивидуальной галахи, казалось бы, лучше не надо заходить, потому что это проблемно. Зачем делать проблемы? Уточнение надо, наверное, сделать, что всегда есть вопрос, что такое территория Храмовой горы. Значит, существует базовая территория Храмовой горы, а существует дополнительная территория. Так, теперь в самом элгоизме, я сказал, вопрос уже к этим не появляемый. Потому что, с точки зрения индивидуума, тем самым, чисто в религиозном плане, заходить на Храмовую гору совершенно незачем. Потому что есть вопрос вот этого, как бы, запрета в состоянии нечистоты. Полностью очистить состояние нечистоты невозможно. И поэтому какой смысл, это, как бы, сомнительная вещь. Теперь, вот это на вопрос, Олега, который был, про территорию Храмовой горы. Значит, есть основная часть территории Храмовой горы, а есть достроенная часть. Достроенная – это то, что достроил царь Ордус Ирод. Достроил он в том, что если есть у нас, так сказать, гора, её вершина плоская, имеет, значит, некую площадку, на которой стоял храм, то дальше он поставил такие арки и отшил территорию верхнего Храмовой горы. Поэтому появились, как бы, дополнения, которые не имеют статуса Храмовой горы, и поэтому туда, может быть, можно заходить. Но не вникая во все эти тонкости и детали, как бы то ни было, это вообще проблемно. И поэтому, с точки зрения иудаизма диаспоры, то есть обычного голодного иудаизма, и с точки зрения частного лица, заходить на Храмовую гору – это проблема, так лучше на неё не заходить. И поэтому арабы там, не арабы, ну и пусть себе, значит, ею пока владеют, пока Машир не пришёл, и храм мы не строим. Теперь. И поэтому, когда в 67-м году захватили Храмовую гору, то главный раввинант повесил туда табличку, которая написана, с евреем, значит, религиозный закон запрещает евреям на Храмовую гору восходить. И эта табличка до сих пор там висит, и главные раввины время от времени специально ещё это постановление обновляют. Теперь. Но, с общенациональной точки зрения, совершенно очевидно, что тот, кто владеет Храмовой горой, тот владеет страной. Потому что сама по себе Храмовая гора – это и есть центр страны Израиля. То есть, зачем мы вообще живём в Израиле? Какой смысл того, что мы там живём? Зачем нам вообще нужно еврейское государство? Вопрос этот совсем не простой. Потому что после Второй мировой войны и после катастрофы как-то казалось понятным, что нужно куда-то спрятаться и найти себе убежище. И до этого сионизм говорил, что вот государство Израиль, еврейское государство, точнее, нужно для того, чтобы было убежище от погромов, преследований и всё такое прочее. Но сегодня всем очевидно, что государство Израиль никаким, как бы, в смысле убежища не может быть мотором государства, не может быть той силы, о которой государство существует. Потому что, в общем, вообще-то говоря, если мы хотим найти убежище, то гораздо лучше всех евреев распределить по Америкам, Австралиям, и будет гораздо более тихо, спокойной жить, и зачем же нужно всё это убежище. Вы не согласны? Ещё раз хочу подчеркнуть. Я вовсе не утверждаю, что Израиль – это убежище. Я утверждаю другое. Что идеологии, на которые было построено государство Израиль, это идеология убежища. Эта идеология началась во первом сионистском конгрессе Дельцена. И официальной совершенно целью построения государства было создать национальное убежище. Называется, наводите, Миклат-Мадени, или по-русски правоохраняемое убежище, которое признано всем миром, куда евреи могут спрятаться. Это была официально проглашённая цель государства. Ради неё государство было построено. После Второй мировой войны и катастрофы эта цель приобрела такую энергию, что она смогла сломать все заборы и государство построить. Поэтому то, что государство было построено на этой идее, это 200% несомненно. Вопрос в том, что эта идея сегодня уже перестала работать. Потому что если после Второй мировой войны казалось понятным, что нужно убежище для евреев Европы, то сегодня всем понятно, что идея убежища перестала быть такой идеей, в которую люди готовы вкладываться. Потому что если наша цель создать убежище, то ещё раз может быть всем легче расселиться по Америкам и Австралиям, и будет гораздо менее проблемно, и стоит ли воевать за это убежище, и стоит ли в него так много вкладывать сил, и поэтому ясно, что идея убежища себя исчерпала. Она больше не может служить мотором государства. Вопрос, а какая разница убежище или не убежище? Ответ состоит в том, что в отличие от других стран, которые создавались естественно, государство Израиль создано искусственно. Оно не является естественным государством. Израиль как государство создано неестественно. Что это означает? Во всех эмигрантских странах, типа Америки и Австралии, была создана колония от митрополии, потом эта колония осознала свое национальное некое содержание и отделилась от митрополии. Это процесс естественный. Государство Израиль было создано искусственно. То есть еврейский народ в диаспоре принял политическое решение создать государство. Люди туда ехали, чтобы создать государство, а не для того, чтобы его просто заселить. Например, я привожу пример, такой всегда. Во всех обычных странах сначала существует территория, потом существует народ, то есть жители этой территории из себя начинают осознавать особой единицей и формируется разноциональное сознание, потом в этом народе возникает государство, а потом в нем появляются политические партии. В Израиле все наоборот. Политические партии были созданы за границей. Все те, которые до сих пор до дня ведущие все политические партии. Эти политические партии создали государство. Это государство завозит за себя население, которое завоевывает территорию. То есть процесс... Я хочу сказать еще раз, что государство Израиль, поскольку оно было создано искусственно, в отличие от Америки и Австралии, оно в любой момент может прекратить свое существование. Оно стоит на песке. И оно стоит на песке до сегодняшнего дня. Я вам это говорю, с чего я ответственна, как не просто гражданин государства, у которого все дети служат в армии, все дети воюют, и который сам заселяет территории для этого государства. А потому что я это прекрасно чувствую. На самом деле государство Израиль до сих пор висит в воздухе. И поэтому у него на самом-то деле уничтожить государство Израиль ничего не стоит. Оно может уничтожиться в любой момент. Потому что на самом-то деле нет никакой такой по-настоящему системы, которая бы не позволила это уничтожить. Потому что это все процесс становления. Процесс становления государства Израиль до сих пор не завершился. Поэтому то, что я сейчас объясняю, это следующая концепция. Я объясню. Государство такого типа, у которое основано на идее, а не на чем-то физическом, материальном, его движущей силой является национальная идея, его мотор. То есть идея, ради которой люди готовы вкладываться и воевать, и трудиться, и продвигаться, и заселять. Люди на это готовы ради идеи. Потому что если идея потеряна, то государство развалится в два счета. Нет никакой проблемы его развалить. Потому что евреи, которые населяют Израиль, прекрасно интегрируются и абсорбируются в Америке и в Австралиях за 5 минут. Далеко ходить не надо. Да, далеко ходить не надо. Совершенно верно. И поэтому вопрос в том, какая в Израиле национальная идея и какой мотор тащит эту страну, это вопрос первостепенной важности. Так вот, в начале государства Израиль, мотором его, была идея убежища. И ради нее люди воевали, и ради нее люди рисковали, и ради нее люди строили, и ради нее люди вкладывались. Вот этот мотор, он на сегодня закончился. Он больше не работает. Он больше не тянет. Идея убежища людей больше не воодушевляет. И поэтому происходит замена мотора на ходу. То есть на ходу идея, мотор номер один, убежище сдвигается в сторону, и на его место становится мотор номер два. Другой, который способен тянуть. То есть такая идея, которая готова людей воодушевить, ради которой люди готовы пойти воевать и своих детей отправить на войну. А не просто сидеть в салоне и говорить, да ну что вы, да конечно, да как же иначе. А люди готовы взять автомат и пойти стрелять. И вот эта вещь совсем непростая. Государство, государство Израиль все время эту идею имело. И как только идея уйдет, государство через пять минут не станет. И только на идее. Но государство не может существовать без идеи. Что касается идеи, то ситуация такая. Значит, все настоящие сильные государства имеют национальную идею. Совершенно не нужно думать, что государство может существовать без идеи. Наоборот, и государство без идеи развалится на первом кутом повороте истории. Теперь что такое национальная идея? Национальная идея – это та вещь, которую, как люди чувствуют, является смыслом существования этого государства. Кардинально ошибочно представление, что государство существует просто для удовлетворения потребностей граждан. Такое государство не выдержит первое же серьезное столкновение. Потому что пока все тихо, мирно, окей, государство существует для удовлетворения моих потребностей. Но когда возникает критический вопрос, то возникает эта фраза, не спрашивая, что государство сделало для тебя, а что ты сделал для страны. И вот этот вопрос, который говорит, что ты сделал для страны, на него можно ответить только, если есть смысл существования этой страны. Если есть идея, ради которой существует эта страна. И всякое серьезное государство, разумеется, эту идею имеет. Соединенные Штаты имеют, разумеется, национальную идею. Эта идея называется self-made man. То есть Соединенные Штаты видят себя как существующую для того, чтобы дать творческой инициативной личности возможность вот этой самой самореализации. Эта идея подпитывает всю силу, которая есть у Соединенных Штатов. Англия имеет другую идею. Германия имеет третью идею. Германия имеет идею порядка. И поэтому идея порядка, которая мне, как еврею, совершенно отвратительна, для немца она просто сущность его жизни. И ради нее существует Германия, чтобы в мире был порядок. И Франция, и Англия, и Швейцария, все эти страны обязательно имеют национальную идею. Без национальные идеи они никогда бы не встали, никогда бы не сформировались. И никогда бы не выжили в сложных условиях. Поэтому Советский Союз тоже имел национальную идею. Когда она кончилась, консервная идея имела, умер Советский Союз. И Россия пытается как-то срочно собрать свою национальную идею. Путин, кстати, смог найти то, что объединило российское общество. В этом смысле он прекрасно понимает психологию России. И это очень непростая вещь. Он действительно смог это сделать. Другое дело, что мне это не подходит, но им это подходит и русскому народу. И всегда, всегда национальная идея – это вещь первейшая. Но для Израиля эта вещь самая первейшая. Потому что если нет национальной идеи, то нет сил бороться за страну и за нее воевать, и за нее вкладываться. И вот без этого Израиль выжить не может. Так вот, национальная идея номер один была идея убежища. Эта идея на сегодняшний день практически закончилась. И происходит, она еще не произошла, на все дни процесс смены национальной идеи номер один на другую, национальную идею номер два. Это национальная идея номер два. Она тоже была с самого начала, но она другая. Она называется национальное возрождение на исторической родине. И вот эта идея номер два, она вначале была минорной, она была не главной. Центральное значение имело идею убежища. Но постепенно эта идея номер два, национальное возрождение, она сменяет идею номер один. И борьба между первой и второй национальной идеей, это борьба между левыми и правыми в самом Израиле. Левые и правые на самом деле борются не за то, где будет проходить граница государства, не за то, что будет с арабами, не за то, что будет с поселениями. Это все следствие. Они борются за то, что является смыслом существования государства. Потому что от того, какой смысл существования государства, зависит, кто является национальной элитой, кто ведет все равно за собой. И в этом смысле поселения, задача поселений, и я живу в поселении, не потому что негде поселиться на территории маленького Израиля, а потому что смысл поселений в перенаправлении смысла государства. Потому что если Бейтель, где я живу, имеет 4000-летнюю историю, я хочу там жить, то это значит, что я живу ради национального возрождения на исторической родине, а не ради убежища. Вот именно этот сдвиг – главная проблема для левых. Левые боюют против Бейтеля и моего поселения, и других поселений. И сделали долгого росла не потому, что им важны арабы, не потому что они хотят мира, а потому что это сдвигает смысл жизни государства, это сдвигает национальную идею. И тогда власть вся в государстве, вся система управления государством, она сдвигается под эту национальную идею. И именно этого левые боятся. То есть чем больше... Как это происходит? Как левая национальная идея? У левая национальная идея – убежище. Хорошо. Значит, сейчас смотрим, почему формально это вступает по своей идее. Если у нас есть в городе Хевроне, допустим, 10 тысяч евреев, и для охраны города Хеврона, нужно 10 тысяч солдат, то эффективно ли для Израиля контролировать город Хеврон? Это зависит от того, какая у нас национальная идея. Если у нас национальная идея – убежище, то это неэффективно. А если национальная идея – это возрождение на исторической родине, то это необходимо. Поэтому вопрос в том, нужно ли контролировать Хеврон, зависит от того, чего мы, собственно, хотим, и ради чего существует государство. И в этом смысле все поселения сдвигают в сторону национального возрождения. Я начал с того сегодняшний рассказ, что так уж случилось, по воле Всевышнего, по провидению, или как хотите объяснять иначе, что в 1948 году Израиль не смог захватить все важнейшие места страны. То есть старый город Иерусалима остался за пределами Израиля, и Храмовая гора, Хевроны, Бейтели, Шило – абсолютно все. Если вы возьмете библейский текст и поставите на карту упоминающиеся названия, то 90% попадет на Иудею-Самарию. То есть на Иудею-Самарию. Здесь у нас даже есть об этом такой путеводитель, что называется «Иудеи-Самарию – историческая родина еврейского народа». Они все попадают. Конечно, все попадают. Иными словами, самые главные места – они все за пределами маленького Израиля. И поэтому сдвиг к национальной истории, к национальному возвращению неимоверно ведет к необходимости заселения территории. И здесь мы возвращаемся к вопросу Храмовой горы. Поэтому с Храмовой горой имеется проблема. Возвращаясь к Храмовой горе. С точки зрения индивидуума не нужно входить в проблемные ситуации. Поэтому если на Храмовую гору подниматься проблемно, то зачем ты туда идешь? С точки зрения индивидуума. С точки зрения народа ситуация совершенно другая. Если мы отдаем рабам Храмовую гору, то мы отдаем самой центре страны. То есть вся святая страна Израиля, потому что есть Иерусалим, потому что есть храм, потому что есть это историческое возрождение. Поэтому с этой точки зрения, с национальной нам необходимо подниматься на Храмовую гору. И здесь встает вопрос о том, иудаизм как религия учитывает ли он общенациональный параметр или индивидуальный параметр. То есть что является заповедями и ценностями иудаизма? Являются ли заповедями и ценностями иудаизма суббота, кашиут, праздники, цилины и все такое обычное, что было столетиями главным содержанием иудаизма, или национальное возрождение и построение государства являются никак не меньшей ценностью, как и индивидуальное. То есть не отрицая, разумеется, индивидуальных заповедей, что есть еще общенациональные заповеди. То есть есть заповедь, например, построить государство. И тогда возникает вопрос, то государство, которое есть сегодня, оно соответствует заповедям или нет? В этой речи возникает такой нетривиальный вопрос, например, но проявляем его в четком виде. Является ли нынешнее государство Израиль еврейским государством с точки зрения иудаизма? Какого? О, хорошо, какого, окей. Значит, есть ли вопрос, что у вас очень нетривиальный, потому что в еврейской традиции отсутствуют критерии, что такое еврейское государство? И если про субботу и про кашиут есть очень много разных текстов, и очень много текстов, ведь, казалось бы, заповедь простая, не вари мясо с молоком, вот не смешивай, вот и вся заповедь. Но существуют огромные тома. Почему? Потому что на практике есть много вопросов. Если ложечка была мясной, попала в милоручную кастрюлю, то остается она кошерной. И тогда есть очень много вопросов, очень много деталей. То есть, как только мы краткую заповедь начинаем на практике реализовывать, возникает куча вопросов и детализации, и обсуждения, и тогда мы эту заповедь знаем со всех сторон. А заповедь постоянного государства, она не реализовывалась никогда в диаспоре, естественно. И поэтому столетиями она была заповедь теоретической. Поэтому не возникло никаких разработок. И у нас нет разработок, что такое критерий еврейского государства. И, например, государство сегодняшнее, оно вроде бы, с одной стороны, имеет связь с религией, очевидно, а с другой стороны, совершенно не соответствует каким-то религиозным представлениям. Вот такое государство является ли оно, с точки зрения религии, еврейским? То есть, как бы, законным еврейским государством. Я сейчас не говорю, является ли оно правильным государством. Никто не считает, ни один человек становится правильным. Все говорят, что в нем вот это и это неправильно, и нужно исправить. Но кроме того, что в нем есть детали неправильные, является оно, по сути дела, еврейским государством. В этом смысле иудаизм сионистский и иудаизм галутный расходятся. То есть, с точки зрения галутного иудаизма, или как считают хоридим в Израиле, государство – это нечто вроде кастрюли. То есть, предмет. Суп, например. Если в супе 10 компонентов, и 9 из них кошерные, и 1 компонент некошерный, то весь суп некошерный. То есть, в еде, например, хоть одна некошерная компонента делает некошерным сам объект. А вот с человеком ситуация наоборот. Если человек еврейский, то даже если он делает что-то неправильно, то он продолжает быть евреем, который делает неправильно. То есть, суть, она превышает неправильности. Поэтому государство – это в некотором смысле предмет, или в некотором смысле субъект. Понимаете? Итак, должны ли мы государству применить принципы как к объектам, или принципы как к субъектам? А эти принципы противоположные. Теперь. С точки зрения хоридим, государство – это объект. И поэтому, как и суп, если в нем что-то неправильное, значит, оно некошерное государство. С точки зрения религиозных сионистов, государство – это субъект. Ну, точнее, на его субъект. И поскольку государство Израиля создано еврейским народом, то оно является еврейским государством, что он независимо от того, что оно что-то делает неправильно. Как и еврейский народ. И в этом смысле, а кто из них прав? Ответ, что здесь нет правоты какой-то объективной. Потому что в еврейских источниках этот вопрос не раскрыт, так сказать. Да, как это называется. И вот тема не раскрыта, потому что эта тема не обсуждалась никогда. Она оставалась теоретической, и про нее написаны две-три странички во всей еврейской литературе, по сравнению с сотнями страниц, которые написаны про Каширут и про субботу, и про все на свете. Поэтому государство, которое сегодня имеется, как и храмовая гора и все прочее, в этот разный подход. Государству нужен подход как к объекту или как к субъекту? Если подход к государству как к объекту, а субъектами являются только индивидуумы, то на храмовую гору заходить нежелательно. Это проблема. А если государство и народ – это субъект, то этот субъект ведет войну за свое выживание, и с той стези зрения этой войны заходить на храмовую гору абсолютно необходимо. Потому что если мы храмовую гору оставляем, то мы тогда теряем всю энергию и силу нашего пребывания в стране. Поэтому получается, что восхождение на храмовую гору имеет религиозное значение, которое не укладывается ни в одну классическую еврейскую книгу. То есть это полный переворот по отношению к обычным религиозным представлениям. Теперь, что касается того, что думают израильтяне. Значит, прежде всего, по религиозному параметру в Израиле нерелигиозные составляют меньшинство. В Израиле устроено население, этому есть десятки опросов общественного мнения, если хотите, я вам кину ссылку на самые подробнейшие опросы. Устроено население так. 25% населения являются ортодоксами. Это означает, что они стараются соблюдать целиком. Эти 25% населения делятся на две группы ортодоксов. Есть ортодоксы харидимные, есть ортодоксы сионисты, то есть религиозные сионисты, вязаные кипы. Они придерживаются абсолютно противоположных взглядов на храмовую гору, на государство, на службу в армии, почти на все современные проблемы. Они совпадают в вопросах Сулхана Руха и Талмуда. Это они совпадают. Вопросы о том, можно ли ездить на автомашине в субботу, они скажут одинаково. А вот множество, что выгружают с камерой, они скажут противоположное. Или нужна ли храмовая гора. Теперь, кроме этих 25%, примерно 35-40% населения являются полурелигиозными. Полурелигиозными – это означает, что ходят они по жизни без кипы, но кипа у них в кармане. Теперь, это означает, что они соблюдают кашрут. Да, правильно их учить существа. Они, разумеется, не едят хаметцев в прессах, они, разумеется, постятся в Йом-Кипур и так далее, и так далее. Потому что сказать, что им по барабану будет абсолютно неправильно. Это абсолютно неверно. Для них религия имеет важнейшее значение в жизни, но они соблюдают не всё. Теперь, такие люди в христианстве, вы бы назвали их вполне серьёзно верующими, религиозными. Те, кто, скажем, церковь посещает, допустим, раз в месяц, вы бы сказали, о, он вполне христианин, он действительно регулярно посещает церковь. Теперь, а, и вот те, но с христианской точки зрения, может быть, там, идея посещения церкви, но он делает не всё. Вот то, что он не всё, это не значит, что он не религиозный. Значит, он вполне религиозный, но и стверждает частично. Вот таких вот большинство в стране. Именно из-за них кашрут в армии. Вовсе не из-за ортодоксов. Именно из-за них есть все праздники. Именно из-за них там запрещена продажа хаметов в прессах и так далее, и так далее. Теперь, остальные 35-40% это те, кто называется в Израиле хиланим, не религиозный. Первые называются датиим или харидим, которые отдельно грубо. Вторые называются мессуратиим, то есть традиционалисты, что означает в Израиле полурелигиозных. А есть хиланим. Вот хиланим, они тоже совершенно не безразличны к религии. Примерно половина хиланим очень даже интересуется религией и чего-то такое с ней постоянно соотносится, но не соблюдает в быту. Теперь, разница между хиланимом и мессуратим не в том, что хиланим вообще оторвана от религии, а в том, что мессуратим постоянно что-то соблюдает, но и постоянно кашрут. Например, там они, скажем, мессуратим будут праздновать субботу, зажигают субботние свечи. Для них это религиозные, а в том, что не чисто национальные, как вы, можно назовете там, обрезания. Но хиланим тоже связан с религией. Они все будут хотеть похорон по религиозному вряду. Они все будут хотеть... После них связься религии меньше. Поэтому сказать, что в Израиле религия по барабану большинству, это абсолютное непонимание страны. Наоборот, для абсолютного большинства евреев в Израиле религия весьма-весьма существенна. Иначе ситуация среди русскоязычных. Вот и русскоязычные действительно этого совершенно не понимают, потому что они действительно как бы далеки от этого в массе своей. Поэтому среди русскоязычных картина будет другой. Для них будет действительно, как сказать, довольно-таки большинство будет совершенно от религии отдалено. Но это только русскоязычные, а в общем, не средний израильтянин. Теперь, поэтому возвращаясь к вопросу храмовой горы, она для всех существенна. И уж вы можете быть точно уверены, что Котель, эта вещь, то есть, когда я сказал бы, не храмовая гора, а вот часть этого комплекса, что она кардинально для всех существенна, что не случайно солдаты делают присягу на Котеле, не случайно присяга на Танахе и все такое прочее. Они на Конститут, да, Конститутам нет, но не важно, не на Декларации независимости делают присягу, а делают присягу на Танахе. И это очень существенно для всех израильтян. Окей, да не случайно в День независимости есть конкурсы знаков Танаха. Это сделали нерелигиозные. Отнюдь, более того, всю жизнь побеждали, ну, до последних годов, в этом конкурсе нерелигиозные. Теперь, Танах был положен... Вообще, надо знать такую вещь. В начале сианистского движения символом нерелигиозных был Танах. Символом религиозных был Талмуд. Поэтому Танах был введен в общественную жизнь той самой Аганой и Пальмахом, которые были тотально нерелигиозны. Тем не менее, они рассматривали Танах как важнейшую свою книгу. Именно из-за них есть конкурсы знаков Танаха в День независимости. Именно в День независимости Израиля, которые, с точки зрения Харегима, вообще не являются праздником. Поэтому это было нерелигиозным действием. Но возвращается к Храмовой горе. Поэтому для всех этот вопрос очень существенный. И вопрос только в том, как с этой Храмовой горой правильно обращаться, что с ней правильно делать. Это конфликт, безусловно, между левыми и правыми в Израиле, очень острые, как и вообще все поселения и всё. Но Храмовая гора имеет ещё большую конфликтность, именно потому что это конфликт внутри иудаизма. Не только конфликт между религиозными и нерелигиозными, а внутри иудаизма острейшее противостояние между разными направлениями иудаизма. Потому что если Храмовая гора – это важно, то иудаизм – это национальный аспект. Если Храмовая гора не важна, то это иудаизм имеет ритуальный аспект. А иудаизм в диаспоре имеет, прежде всего, ритуальный аспект. С точки зрения ритуального и индивидуального аспекта Храмовая гора никому не нужна. С точки зрения общенационального аспекта Храмовая гора совершенно необходима. И поэтому этот конфликт, мало того, если я сказал, что он для левого и права, он ещё внутри религии. Теперь, значит, надо сказать, что движение за восхождение на Храмовую гору активно началось примерно лет 15-20 назад. До этого евреи практически не ходили на Храмовую гору. Вот этот запрет, как бы, его принимали, но запрет, конечно, исходно в иудаизме с самого начала. Я тебе говорю ещё раз, слово «кодифицирован» – это было неправильное. Весь иудаизм был кодифицирован в диаспоре. Ты спрашиваешь, не когда он был кодифицирован, а где он появляется. Он появляется, конечно, в Талмуде ещё раньше. Появляется он на самом деле в Таре. В Таре написано, что на территорию Храма нельзя заходить, не очистившись. Это запрет Тары. Дальше возникает вопрос. Осталась ли территория Храма этот статус святости, когда Храм разрушен? Это вопрос непростой. И тем не менее в Талмуде в основном решено, что да, осталось. Маймонит это формализует, но вся формализация прошла в Средневековье, а исходный Талмуд, конечно, считает, что на Храмовую гору просто так заходить нельзя. Теперь, самое главное. 15 лет назад в израильском обществе прошёл поворот в этом направлении. И евреи и религиозные стали заходить на Храмовую гору, стали делать исследования, где на самом деле территория Храма и куда-то туда можно заходить. По сегодняшним представлениям... Окей, может быть, не 15, а 20 лет назад, а даже 25 лет назад уже чего-то началось. Ну, неважно, и можно говорить не с точки до года, а ситуация. За последнее время интерес к Храмовой горе необычайно усилился. Для этого стали исследовать, где там действительно находится Храм или может находиться. По мнению тех раввинов, которые считают, что на Храмовую гору можно заходить религиозным евреям, это ограничено возвышением в центре Храмовой горы, которые стоят портики такие вокруг него. А тем самым можно ходить по периметру Храмовой горы, но нельзя заходить внутрь. Теперь, смысл того, что евреи стали заходить на Храмовую гору, в том, чтобы продемонстрировать наше присутствие, чтобы продемонстрировать нашу связь с этим местом. Чтобы продемонстрировать, что мы здесь находимся в стране Израиля не просто потому, что нам негде жить, и не просто потому, что мы хотим убежать, а потому, что это национальное возрождение, и Храмовая гора является центральной вещью для этого. Теперь, не ставится вопрос сегодня о построении Храма. Этот вопрос, разумеется, ставить рано. И в ближайшее поколение никто не ожидает, что это может измениться. Но само присутствие на Храмовой горе, связь с Храмовой горой, это вещь совершенно необходимая. И из-за того, что все больше евреев стало восходить на Храмовую гору, ситуация все больше напрягается. То есть, вообще, если мы посмотрим, сколько израильская полиция разрешает евреям самим заходить на Храмовую гору, то, безусловно, это только увеличивается. Это безусловный прогресс. С серьезной точки зрения, все низко, как я считаю. То есть, скажем, 20-25 лет назад не разрешали заходить почти совсем. Сегодня заходить можно, есть время для этого, и регулярно группы ходят, я сам много раз там был. Но главное, как говорят, ради чего вы туда ходите? Мы ходим туда не потому, что нам там нечего делать или хочется просто погулять, а потому что это обозначение смысла направления государства. То есть, если государство связано с Храмовой горой, то это государство национально-религиозного возрождения, а не государство-убежище. Тем самым Храмовая гора приобретает все большее значение для религиозного сознания. Если я ответил на вопросы простые, то дальше я расскажу, как ситуация видится мне глобально. Теперь я сейчас рассказываю концепцию, которую я сам выдвигаю. Теперь, она основана на некоторых классических концепциях, но вот эту концепцию, я ее как бы немножко иначе сформулировал и по-другому позиционирую, и, как я сейчас публикую ее на иврике по-английски. Теперь, значит, как до этого предисловия, как вы, может быть, знаете и, может быть, слышали, есть концепция нескольких стадий прихода Машеха. Есть Машех сын Юсефа и есть Машех сын Давида. Слышали такие концепции? Теперь, это означает, что приход Машеха осуществляется в несколько стадий. Теперь, эта концепция Машеха сына Юсефа и сына Давида, она происходит из Танаха, который исходный из Тары, в том, что в еврейском народе есть два центра, как бы, духовности, силы и влияния. Один из центров – это Юсеф, а другой центр – это Иуда. Если мы посмотрим на всю историю, как она, начиная еще с книги «Бытия», то Юсеф и Иуда все время находятся в конфликте. Начинается это с того, что у Якова… Иосиф имеется в виду… Иосиф, ну, естественно, да. Ну, потому что я хотел… А именно, у Якова, как вы помните, имеются две жены – Рахель и Лея. И у Рахели ее сын – это Юсеф, Иосиф, а у Леи ее сообщал Рувен, Шимон и Леви, но они сняты с ее руководства, и главным является Иуда, четвертый с Эдлеи. И Юсеф и Иуда – это постоянный конфликт. Например, Иосифу снятся сны, то, что он будет там властвовать над братьями, или как бы быть самым главным. Да, если вы помните, там у Солнца, там Солнце, Луна и Звезды поклоняются, они там колоссия все собирают, и все колоссия поклоняются его колоссу, кончается тем, что братья продают его в рабство. И главным среди братьев является Игуда. Именно Игуда принимает решение о продаже Иосифа. А потом, когда Иосиф уже в Игипте, то братья идут к нему за хлебом, и есть конфликт из-за Бениамина, и кто главный проучается за Бениамина, это как раз тоже Игуда. И начинается конфликт, столкновение Игуды и Иосифа. И вот этот конфликт, который начинается еще с книги «Бытия», он продолжается всю еврейскую историю. Центром колена Игуды является город Хеврон. Центром колена Иосифа является город Шхем. То есть, это южные колены и северные. И когда после смерти Соломона происходит распад государства, то это именно есть Иосиф и Игуда. Иосиф – это северные колена, а Игуда – это южные колена. Опять, и там после Бениамин, кому он пойдет, он как бы промежуточный такой, и потом он отошел к Игуде, к южным коленам, но в принципе Иосиф и Игуда – это и есть два главных центра. И дальше, как бы, всю еврейскую историю – это столкновение между северным и южным царством. Теперь... Израиль и Иудеи. Израиль и Иудеи, да-да-да-да. Обычно, да. Теперь, в чем главная разница между ними? Иосиф, его главное свойство – это то, что он умеет преобразовывать материю. То есть, куда бы он по жизни не попал, он становится главным начальником. Он в доме у Якова, он главный начальник, у Потифара он становится начальником, в тюрьме он становится начальником, когда вы вытаскиваете его свидетель, он тоже становится начальником. в качестве рекламной паузы. Я должен сказать, что вот эта книга, вот эта весьма серия, книг «Библейская динамика», этот новый комментарий векторе, и, в частности, четвертая часть – это конфликт Иосифа и Иудеи и их братьев. Это объясняет весь смысл, как бы, этого конфликта и его структур. То есть, Иосиф – это тот, кто умеет обращаться с материальным миром. Поэтому свойство евреев быть менеджерами, инженерами, программистами и всем прочим – это и есть свойство Иосифа. То есть, свойство евреев – именно управлять окружающим пространством. Перигу – да, это совсем другое качество. Это качество преодоления материи, то есть, идти над материей, не управлять материи, а пренебрегать материи. Это второе еврейское качество, которое является как бы еврейской духовностью. То есть, есть еврейское управление миром, а есть еврейское преодоление мира. И он поэтому не любит Иосифа. И они, да, и поэтому они не любят Иосифа, и поэтому у них конфликт. Теперь, и поэтому у всех пророков всегда идеал будущего еврейского государства – это соединение Иосифа и Иуды. Как говорит пророк, там, возьму один посох, на нем напишу Иосифа, братья, на другом Иуда их брать, их соединю, и вот это будет будущее еврейское государство. То есть, идеалом является соединение еврейского умения управлять материальным миром и еврейской духовностью. Так вот, в связи с этим двойственным характером еврейского народа есть представление о том, что есть два Машеха. Машех сын Иосифа и Машех сын Ягуды, который называется сын Давида. То есть Иосиф строит материальное царство, а потом Ягуда наполняет его духовностью. И эту концепцию Машеха сына Иосифа разработал, она еще в Талмуде есть, но ее подробно разработал Веленский Гавон в конце XVIII века, и на ней фактически основан религиозный сионизм. То есть, когда в 1904 году после смерти герцеля Рава Кука попросили написать эпитафию на смерть герцеля, то он сказал, что движение герцеля – это и есть Машех сын Иосифа. То есть, что нерелигиозное течение – это и есть Иосиф. Ну, Машех сын Иосифа. И поэтому классический подход религиозного сионизма – здесь две стадии в сионистском движении – сначала царство Иосифа, а потом царство Ягуды, а оно и царство Давида.